Добрый день, дорогие телезрители и радиослушатели. Рад в очередной раз встретиться с вами. Сегодня мы проводим 69-ю передачу в рамках моей авторской программы «Конституция и мы». И в студии автор и ведущий Ким Кимен Александр Николаевич, доктор юридист наук, профессор Северо-Восточного Федерального Университета, председатель Якутского оригинального отделения Ассоциации юристов России. Сегодня у нас тема – это патриотизм, вопросы реализации концонных прав и служения Отечеству. Конечно же, мы понимаем, что в нынешних условиях, когда наш общенациональный лидер Владимир Владимирович Путин говорит о необходимости воспитания молодежи в духе патриотизма, уважения к духовно-нравственным ценностям своего народа. Вот почему мы пригласили к нам в студию Никонова Владимира Николаевича, государственного советника юстиции третьего класса в отставке, заслуженного юриста Республики Саха-Якутия. Ну, у вас послужной список очень большой. И, конечно же, вот начинается служба в рядах советской армии, учеба в Свердловском юридическом институте, работы в системе прокуратуры. Вы, конечно, прошли все этапы, все ступени. Поэтому хотелось бы узнать, Владимир Николаевич, в первую очередь, с чего, вот, в вашем понимании, начинается Родина, как говорится, да, ваши истоки, ваши родители, где вы учились, где закончили школу. Пожалуйста, расскажите. Здравствуйте, дорогие телезрители. Здравствуйте, Александр Николаевич. Я благодарен вам за то, что вы пригласили на свою авторскую программу «Конституция и мы». Тема, которой мы сегодня будем обсуждать, очень интересная, очень актуальная. Что такое патриотизм? Это человек, безусловно, который любит свою Родину. А Родина, как вы сейчас сказали, с чего начинается Родина? Родина начинается, как в той песне. Ну, вначале я хотел бы рассказать о себе, о своем детстве. Детство, оно ничем не примечательно. Это судьба обычная. Мальчиков, ребят, того поколения 60-х годов. Родился я в Верхневилюшске. Отец у меня работал и был направлен в Верхневилюшске. В 1161 году начальником аэропорта Верхневилюшска. И, кстати, он же и построил первый аэровокзал, который просуществовал около 40 лет, наверное. Вот. Мать у меня работала всю жизнь в аэропорту радистом. В семье у нас было четверо детей. В школу я пошел в Верхневилюшск. Затем отца перевели по его же службе в город Ленск, на его родину. Он работал в системе велюгий строя. И я там, значит, проучивший первый класс в Верхневилюшске, дальше стал уже учиться в городе Ленске. Город Ленск, это 69-й год, это время бурного рассвета вообще алмазной промышленности. Ленска, как город автомобилистов, закончил и там школу. Ну и как все парни от тех лет призывали меня в армию. Никто в те времена, все хотели служить, потому что говорили, что тот, кто не служил, это не мужчина. Служил я в Хабаровском крае. После окончания службы я приехал в свой город, работал в аэропорту города Ленска. Электромонтером узла связи. Проработав два года, я от своих будущих коллег, от прокуроров, узнал, что есть такой Свердловский юридический институт, что есть подготовительное отделение. И я, значит, направил документы, значит, путем собеседования, экзаменов поступил в подготовительное отделение и затем стал студентом юридического института. После юридического института я был направлен следователем Эмиканской районной прокуратуры поселка Уснера. Это 88-91 год. Был одним следователем на весь район. Работа была интересной, самостоятельной. Затем меня перевели в город Якутск, старшим следователем прокуратуры города Якутска. Ну и дальше вот как бы пошло уже в этой части. И, в конце концов, я дослужился век у себя в республике до первого заместителя прокурора республики. Затем был направлен прокурором Ненецко-автономного округа. И там же в дальнейшем я работал и в республике Коми. Сейчас вот вышел в отставку и уже приехал к себе на родину. Вот вкратце вот такая вот. Ну, конечно же, вот работа в системе прокуратуры, как говорится, у нас уже более 300 лет существует. Организована Петром Первым, Государево ОКО. Конечно же, специфика службы в органах прокуратуры, она особая. Нужно быть всегда готовым, как говорится, 7 на 24. И с этой точки зрения, вот как ваши близкие, как семья относилась к тому, что у вас так достаточно много переездов, да? Прокурорская служба, она федеральная служба. И тот, кто работает федерал, он должен знать, что он должен быть работать там, где ему укажут. За время службы в республике у меня было 9 переездов в районе. Также служба в трех субъектах Российской Федерации. Супруга у меня очень понимала важность моей службы. И всегда поддерживала и поддерживает меня в этом отношении. Как говорится, крепкий тыл. Дети мои принимали мои переезды как должное, и вот тут можно отметить, и понимали необходимость, наверное, служить в мою службу родине там, где мне прикажут, или там, где я был нужен. Понимание семьи было, вот это самое главное. И поддержка. А вот семья, дети ваши, какую стезю выбрали? Дети у меня троем юристы. Тоже юристы. Юристы, да. Обе старшие учились здесь и закончили юридический факультет в Якутском госуниверситете, я так называю. Младший сын уже следовал за мной, учился он на Ренмаре, в Сыктывкаре, затем он поступил в Сыктывкарский университет, и затем перевелся уже в Санкт-Петербургский университет. Юридический там закончил. Сейчас тоже работает под специальности в Ямало-Ненецком автономном округе. Сын, старший сын работает в прокуратуре здесь, а дочь, она работает тоже в юридической стезе в Москве. Здорово. Ну, вот скажите, пожалуйста, что для вас означает служение родине? Вопрос очень интересный. Я бы, как бы мог сказать, ну, начиная со слов патриотизм, человек, который любит свою родину, и если вернуться смыслом, это для меня, да и для всех, и для вас, это благополучие, счастье, наверное, своей страны, республики. И, несомненно, здесь будущее наших детей. Вот смысл моего служения, чтобы страна была моя счастливая, благополучная, и будущее наших детей было счастливым. Ну, конечно, каждый человек стремится к успеху в жизни, да, вот, начиная с образования, уже идёт по своей стезе, по избранной специальности. Ну, для вас что является мерилом успеха, вашего успеха, допустим? Шенгаш, вопрос такой, вроде, кажется, лёгкий, но он очень трудно ответить, поскольку можно многое взять, и юридический успех, и профессиональная стези. Ну, я бы тут, ну, лукавый ответил бы, что своим самым большим успехом, я считаю, уважение своих коллег, людей, профессионалов. Это высказывание я слышал не только от, ну, от людей, которых, не только желавших мне сделать комплимент. Вот, считаю, вот это уважение коллег. Второе, ну, если чисто профессиональных брать успехи, тут много. На чём бы я смог остановиться? Я бы мог остановиться то, что мне запомнилось. Это моя первая, когда я пришёл прокурором субъекта, Ниницкий автомобильный округ, по нашим материалам, по материалам прокурорской проверки, это 2012 год, был выявлен факт коррупционной деятельности. Это превышение должностных обязанностей, главным врачом окружной больницы, она при закупке медицинского томографа, помните тогда? Это было очень мастербованное направление. Что случилось, значит, в рамках программы по развитию здравоохранения в округе были предусмотрены денежные средства на покупку 16-серезного компьютерного томографа «Сименс» по цене 55 миллионов рублей. Это по тем ценам. Однако, как мы проверили, медицинское учреждение был поставлен 6-серезовый компьютерный томограф по цене около 16 миллионов рублей. Установлено было, что главному врачу было известно о том, что изначально предполагалось приобрести для одной из больницы 16-серезовой стоимости, которая значительно превышает 6-серезовой. Однако, она утвердила конкурсную документацию, а затем подписала государственный контракт на поставку 6-серезового компьютерного томографа. И действиями главного врача был причинен медицинскому учреждению и самому Ненецкому автономному округу ущерб в размере более 38 миллионов рублей. По материалам, нашим материалам, следственного управления, следственного комитета, было возбуждено уголовное дело по статье 286, это превышение должностных полномочий. Ну, если вкратце оцениваться, по итогам вот этой проверки было возбуждено, в дальнейшем суд приговорил главного врача окружной больницы к 5,5 годам лишения свободы, лишения свободы колонии общего режима. И ее сообщницу, бывшего руководителя Московской коммерческой организации, к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима, к ней был применен штраф в размере 300 рублей. И, кроме того, суд удовлетворил мой прокурорский иск и взыскал с обеих женщин сумму ущерба в размере 38 миллионов рублей. Вот, как бы, очень важный аспект. Очень резонансное такое событие. Резонансное дело было, таких дел было мало. Ну, если еще, как бы, остановиться, почему я, значит, это наше участие, значит, тоже возбуждение уголовного в отношении губернатора республики Комик Кайзера, помните, да, в 2015 году в отношении губернатора, не только в отношении губернатора, многих должностных лиц. Хотелось бы остановить, а что в республике? И мне запомнился тот момент, что когда-то, значит, было огромное желание у некоторых людей, значит, под благовитным предлогом, значит, приватизировать, как бы, общежитие техникума связи и учебные корпусы под предлогом создания там учебного центра одного частного предприятия. И, конечно, здесь был незамедлительно нами заявлен протест. И я радуюсь, что это техникум связи, и он остается в государстве, да. Ну, также и было в отношении, и такой же попытка в отношении здания Дюшиша вот напротив ФСБ. Хотели его оформить под торговый центр, понимаете, под благовитным предлогом. Вот, на мой взгляд, хотелось бы остановить, ну, много чего вот этих таких профессиональных успехов. Ну, то, что вот сейчас я вспомнил, это так вот. Ну, вот вы, если говорим про историю якутской прокуратуры, конечно же, от ними светил был Фёдоров Михаил Михайлович, да, человек-легенда, основатель высшего юридического образования в нашей республике. Ну, и в последующем, вот, его дела такие выдающиеся люди, как, значит, Петраков Анатолий Дмитриевич, Каратаев Николай Нифонтович, да, Политинский Николай Егорыч, Калмогоров Василий Васильевич. Вот, когда мы говорим и прослеживаем историю Мельников Николая Васильевича, Шумский Сергей Владимирович, люди действительно очень компетентные, вот, работая, взаимодействуя с ними, какой вы опыт для себя приобрели, и что бы вы могли профессионально подчеркнуть в этих людях? Знаете, если взять отдельности каждого, вот, Михаила Михайловича Фёдорову, мне не довелось с ним работать, ну, его, как бы, ну, как бы его урок, так скажем, для нас, для руководителей, которые пришли, он ведь думал не только о своей, там, работе, о службе, он и воспитывал молодёжь, понимаете, и вот его создание юридического факультета, да, юридического университета, это ведь одно из самых таких запоминающихся моментов, когда у нас появилась своя юридическая школа, в которой вы сейчас, конечно же, продолжаете эту школу вести. А что взять? Ну, вот, Михаил Михайлович Фёдоров ещё является тем человеком, который, готовя кадры, именно качественные, да, вот, договорился с Генпрокуратурой Союза СССР о целевом направлении в Харьковский юридический институт, Средловский юридический институт, который вы закончили, да, то есть, вот это вот важное, да, конечно, спасибо за хорошую оценку нашего патриарха. Далее, вы хотели про Калмогорова, Васильевич? Василий Васильевич Калмогоров. Который недавно отметил свой 80-летний юбилей. Это наша гордость, не только работников прокуратуры, это и в целом республике, заместитель генерального прокурора, генерал-полковник, так скажем, человек-легенда, многое, ну, и когда я работал и в других субъектах, говорили, вот твой земляк, Василий Васильевич Калмогоров, ну, это вообще, и как человек, и приятно было слышать. Василий Васильевич не только ведь тоже был прокурором, он был и депутатом Верховного Совета, они принимали в те годы тоже, я помню, судьбоносные решения принимали, Василий Васильевич Петраков, Макар Макарыч Яковлев, это плеяда людей, которых, ну, не могли в одних рамках только прокуратурой работать, они его и вне, как бы, давали. Что касается Николая Васильевича Мельникова, ну, этот человек, доктор наук, человек, который приехал из другого региона со своим видением, как сказать, вообще умный, профессионал в своё дело, и, знаете, он проработал-то всего здесь чуть-чуть больше года, но оставил себе память до сих пор. построили за один год с его, вот, его пролоббированием, с его, как бы, усилиями, был построен за год вот это здание на... Новое здание прокуратура. На Ленина 48, большое, красивое здание, с таким, знаете, вот этим новым куполом, когда ещё только никого не было. Николай Васильевич, вот человек, который и принёс новое с собой, как человек, который со стороны... И почему сейчас идут ротации? Потому что человек, который приходит из нее, он видит по-другому эту проблему, кто-то из наших. И в моём примере так же, и вот я поехал в другой регион, и я принёс опыт своей школы якорской. И вот, так что вот благодарны... Да, всем благодарны, это были личности. Да. И, конечно же, вот в вашем лице мы видим пример того, что как пестуются кадры, воспитываются на основе таких личностей. Поэтому, конечно же, мы должны всегда следовать тому принципу, уважать тех людей, которые работали до нас, ну и стараться работать не хуже их. Так, да, Владимир Николаевич? Ну и вот Сергей Владимирович Шумский тоже многое сделал для развития системы прокуратуры. Я помню, мы подписывали соглашение с государствсобраниями ЛТУМЕН о взаимодействии, потому что и федеральное, и региональное законодательство должны идти в нога в ногу, да. Поэтому мы продолжим, у нас интересный разговор. Я хочу отметить, что у нас режиссер... Да, будет. Еще раз приветствую, уважаемых телезрителей и радиослушателей. Мы сейчас проводим очередную передачу в рамках авторской программы «Конституция и мы». Я бы хотел отметить, что нам при проведении этой передачи помогают наши режиссеры. Это Мария Сунхалырова и Николай Слепцов-Айдын. Вот у нас в гостях Владимир Николаевич Никонов, государственный советник юстиции третьего класса в отставке, заслуженный юрист республики Саха-Якутия. Давайте продолжим нашу беседу. Вот я говорил о том, что Шумский Сергей Владимирович, будучи прокурором, заключил соглашение с государствсобранием ЛТУМЕН и взаимодействие высшего законодательного органа и прокуратуры республики, вне всякого сомнения. Это очень важно, да? Мы понимаем, что Российская Федерация – это федеративное государство и развитие регионального законодательства, в том числе в соответствии с федеральным законодательством, оно должно развиваться. Но вот вы упомянули, что Василий Васильевич Калмогуров был народным депутатом республики, народным депутатом Верховного Совета нашей республики 12-го созыва, который мы говорим, легендарный, да? Ну и Ваш опыт есть работы в парламенте. Но вообще вот в тот период, когда Вы работали в прокуратуре, что Вы могли бы отметить именно в плане взаимодействия с органами государственной власти республики? Если вернуться к тем годам, те времена, помните, когда приводили в соответствие законов, в Конституции субъектов, не только у нас, в соответствии с федеральными, и Сергей Владимирович Сумский, и Николай Горьевич Политинский подходили здесь очень осторожно, не рубили с плеча. Значит, мы все время были на связи с президентом тогда республики Штыровым, с руководителем администрации, с Акимовым, Евграфом Борисовым, где мы не только путем внесения актов прокурорского регирования пытались это все, это можно было бы таким путем обмануть сабли, но все-таки мы понимали, что это субъект, что это национальная республика, и Сергей Владимирович это понимал, тем более Николай Горьевич, Мельников, и они меня направляли к генеральному прокуратуру по каким-то нормам Конституции, по преамбуле. Значит, ну давайте сходить, если будьте там в генеральной прокуратуре, я был заместителем, первого заместителя генерального прокурора Буксмана приводил по этим нормам Конституции, и он давал свои, через своих подчиненных какие-то рекомендации, и путем таких рекомендаций через генеральную, через наши органы власти и представительные, исполнительные власти, путем согласования, путем создания Конституционной комиссии мы этот путь прошли безболезненно. Ну были какие-то попытки каких-то людей пытаться это делать, но все это было видно, вот видите, сейчас вот наша Конституция, она есть такая, какая и есть, и она, как скажем, работающая Конституция, мы ее чтим, уважаем, но она создавалась тоже в непростых ситуациях, в таком виде она есть. Да, ну вот я вспоминаю Политинского Николая Горьевича, конечно, как человека очень активного, и его работу в составе Конституционного суда Республики, равно как и вашу работу в составе Конституционного суда Республики, высшего органа судебной власти по Конституционному контролю. И, конечно, то, что вы говорите, уважительное отношение к основному закону Республики, ну и, конечно же, уважение Конституции Российской Федерации является одним из главных, наверное, столпов того, как юрист развивается. Вот с этой точки зрения, какая у вас профессиональная мысль, или что бы вы в системе права хотели бы совершенствовать или в подходах по реализации правовых норм? Тут я бы хотел сказать, что при подготовке законопроектов, опять же, как чисто прокурорской точке подходил, к нам поступали законопроекты по многим отраслям права, у Силтумены, с правительства. И я всегда, и наши, мои учителя говорили, что надо работать не после принятия закона, когда это уже, а надо работать в проектной части, каким образом вы это проведете. У прокуратуры есть много полномочий, через согласительные комиссии. Мы встречались, говорили. Мы работали на предупреждение, на профилактику. Заранее мы писали. Сейчас я вижу один из методов работы Илтумена. Даже я улыбаюсь. Но раньше, когда мы работали, этого не было. Сейчас всегда, вот я смотрю заседание Илтумена, выступает председатель комитета, какого-либо комитета профильного, и идет принятие законопроекта. Первым словом, он говорит, согласованно с прокуратурой. Но это оценка работы о том, что мы работаем в той, так, как нужно. Не уже после принятия закона, когда это уже закон, а до. Понимаете? Есть разница между этим. И это проходит безболезненно. Это всегда спрашивает закон, сколько она стоит. Закон, он всегда имеет с собой стоимостное назначение. Это бюджет. Поэтому мы работали, старались работать до того. Ну, чтобы серьезный подход к финансо-экономическому обоснованию. И в последующем, чтобы этот закон после принятия работал, а не оставался таким на бумаге, как говорится, правильно. Вот, чтобы вы могли посоветовать нынешним студентам юридического факультета, которые только-только входят в эту профессиональную стезю под руководством своих преподавателей, вот, может быть, какие-то профессиональные советы вы могли бы дать нынешнему поколению студентов? Ну, значит, мы вот с вами начали о том, что юридический факультет у нас создан благодаря Михаилу Македжиу Федорову. И нас существует благодаря столько лет она дает. Ну, вот сейчас у нас в прокуратуре очень много выпускников Якутского государственного университета. Значит, мы готовим кадры для себя. Они достойны. Что бы я хотел на ваш вопрос? Как они должны готовиться или к чему должны готовиться как к своей будущей профессии? Ну, чтобы работать, первое, в органах прокуратуры, я считаю, прежде всего, надо иметь именно желание служить в этой профессии. Второе, и еще очень хорошо, Ашенгаш, вы как преподаватель скажете, еще очень хорошо знать законодательство и ориентироваться в нем. Это хлеб юриста. От нас требует знание законодательства, ориентироваться и применять правильно. Второе. Третье. Я просил бы своих будущих коллег пройти практику в органах прокуратуры. Обязательно. И постарайтесь там проявить себя. Чтобы вас заметили и взяли на карандаш. И сейчас, и потом в дальнейшей профессии я бы вам пожелал, и будьте всегда самостоятельны при принятии решения. Самостоятельны. Это очень важный аспект. Ну да, не боги и горшки обжигают. Да, вот то, что вы даете высокую оценку выпускникам Якутского госуниверситета, ныне Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, это, конечно, дорогого стоит. И мы гордимся своими выпускниками, которые в том числе работают в системе прокуратуры, осуществляют надзор, соответствующий за правильным исполнением законов. Вот у вас, у каждого человека, наверное, есть свои внутренние принципы, да? Может быть, какой-то собственный девиз. Что для вас является таковым? Спасибо за вопрос. Я вот, перед чем приступить к вашему вопросу, я тут хотел бы, вы отметили о наших выпускниках нашего федерального университета Якутского. Вот пример. Владимир Ильич Позняков, выпускник нашего университета, работал в прокуратуре у меня, затем работал в генеральной прокуратуре, дошел, служил там начальником отдела организационно-инспекторском управлении, главном управлении. Сейчас работает заместитель прокурора Ярославской области. Таких примеров еще много, которых заканчивали, мы многих не знаем. Что касается девиз, знаете, каких-то цитат известных людей у меня таких нет. Ну, многих мы, конечно, знаем о черной кошке, еще какой-то. У меня таких нет. Ну, единственный такой, как вы сказали, девиз у меня один. Это вот такой девиз. Интересный, конечно, он дискуссионный. У меня всегда так жизнь и так делала. Я всегда поступал так. Делай, что должно, и будь, что будет. Раскрою. В этом случае, если не сделал, и что-то пошло потом не так, будешь сожалеть и корить себя. А, и вот это не сделал, то не сделал. Но если все сделал, все, что мог, то в тебе нечем так раскаиваться, да, и твоя совесть чиста. Ну, понятна моя мысль, да, вот. Сделал все, что ты смог, а там дальше что будет. Чтобы потом уже не было. А, вот тогда надо было сделать, я не сделал. Сделал. То есть, должно быть, должно проявляться такое качество, как целеустремленность. Да. Да. Есть цель, и мы должны его добиваться. Сделать. Да. И идти хоть по трудному пути, но идти вперед. И действительно, в результате всего этого что-то получается, что-то может быть не всегда. Вот так. Вы выложились. Да, но, тем не менее, мы делаем это честно. Честно и с достоинством. Хороший принцип. Ну, вот мы 12 января ежегодно отмечаем День прокуратуры, профессиональный праздник служителей закону. И, конечно, уже 302 года, как Петр I создал этот важный государственный институт. Вот, говоря о начале Нового года, который определен нашим президентом Владимиром Владимировичем Путином, годом семьи в Российской Федерации. Вот, что бы вы хотели пожелать своим коллегам, якутянам, да, начало Нового года? Всегда мы даем какие-то свои пожелания, да. У вас что есть на сей счет, Владимир Николаевич? Очень такой, ха-ха, тоже хороший вопрос. Я желанием отвечу на него. Действительно, как вы сказали, президентом России этот год, год детства. Ну, если еще... Год семьи, а в республике год детства, как бы продолжая, да. Наш глава республики, значит, семья. Да. Но семья не может быть без детей, это не семья. Поэтому, Арсений Сергеевич, наш глава, поразголошил, это год в республике, год детства. В России у нас год семьи. Ну, это очень правильно, очень изнес, что получится. Очень хорошие, ну, какие-то вот политические, социальные, экономические здесь будут в отношении детей, семьи. Это важно. Семья, это, как говорили, ячейка государства. Так ведь она таким и остается. Ну, трудовой год у нас только вот начался, и вы как правильно сказали, причем он начался с праздника, с нашего профессионального праздника, с нем работника прокуратуры. Пользуясь случаем, я от души хотел бы поздравить всех жителей республики с наступившим Новым годом. Пожелаю, чтобы пусть исполнятся все ваши желания, но не стоит забывать, что без вашего, без усилия людей, усердия, трудолюбивая, они не исполнятся ваши желания. Все зависит от нас самих. Своим коллегам я хотел бы пожелать, конечно же, оптимизма и боевого настроя. Обращаясь к ним, к вам, я сказал бы, что вы отвечаете за законность и порядок в республике, а это обязывает ко многому. Удачи вам всем в профессиональных стремлениях, желаю всем здоровья, семейного благополучия и, конечно же, душевного спокойствия. Ну, это очень хорошие слова. Действительно, вот нам необходимо работать во благо Родины, да, как вы сказали, семья – это ячейка общества. Если будут крепкими наши семьи, это, безусловно, будут развиваться территории, малые, большие города, субъекты Российской Федерации, в целом страна. Тем более, этот год у нас очень ответственный, у нас предстоят выборы главы государства, президента Российской Федерации. Ну, мы уверены, что россияне будут проявлять активность при проведении этих выборов. Ну, и то, что касается семейной политики, безусловно, многое у нас в республике делалось, и вы это знаете, работая в системе прокуратуры, как наш первый президент, значит, объявлял год семьи, год детства и детского спорта, да. И вот эти вещи, они вот в целом сегодня масштабируются в рамках всей страны, это очень дорогого стоит, да. Поэтому я бы хотел, конечно же, добрым словом вспомнить нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева. Ну, и, конечно, его политику в дальнейшем поддерживал Вячеслав Анатольевич Старов, будучи президентом республики, Егоров Анатольевич Борисов. Ну, и сегодня Айсен Сергеевич Николаев проводит большую целенаправленную политику по укреплению семейных условий, да. Ну, и, конечно, вот эти наши поправки 2020, когда мы говорим о традиционных ценностях, что семья – это союз мужчин и женщин, и рождаются дети, и забота о детях является первостепенным и значимым моментом для государства, для семьи. Ну, и хотелось бы, конечно, чтобы в наших семьях всегда был мир, всегда было взаимопонимание, потому что в каждой семье, когда подрастают дети, они видят пример своих родителей, да. И вот вы все-таки создали такую семью, где ваши дети выбрали именно юридическую специальность. Я думаю, что это произошло не зря, видят пример своего отца о том, что, невзирая ни на какие трудности, как вы вот переезжаете с одного места на другое в разные районы, в разные субъекты Российской Федерации. И ваши слова в адрес нынешних студентов, они тоже очень многого стоят, потому что наши студенты, безусловно, должны быть очень внимательны к тому, чем они занимаются. Они занимаются сегодня, так сказать, изучением различных отраслей права, которые в последующем должны применить в жизни. И вот я всегда говорю своим студентам, что вы учитесь не ради оценок, а вы учитесь ради приобретения знаний. И я очень надеюсь, что наша передача тоже была неким таким уроком для будущих юристов. И пользу случаям я бы хотел пожелать вам, вашей семье благополучия в Новом году. Ну и пусть те дела, которые мы сегодня ведем, решаем, чтобы они были успешными. Всех якутян поздравляем с Новым годом, годом семьи Российской Федерации, годом детства в Республике Саха-Якутия. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok